МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! У семьи Котелевских радостное и знаковое событие. Теперь уже совершеннолетнего Руслана провожают во взрослую жизнь. Именинник в будущее смотрит с оптимизмом. Знает, что его дружная семья рядом, всегда поможет и поддержит в трудную минуту. Хотя три года назад он об этом и не мечтал. Я сюда попал, как и все, наверное, дети. Нашёлся опекун. Я на гостевой визит сюда пришёл, мне тут понравилось. Я согласился сюда попасть. Руслана, как и ещё пятерых приёмных мальчишек, три года назад взяли под опеку супруги Котелевские. Глава семейства Артём много лет проработал педагогом в детском доме, где воспитывал в основном мальчишек. И за долгие годы ребята-детдомовцы для него стали как родные. Часто дети, у которых я был воспитателем, спрашивали, почему вы не берёте никого к себе под опеку или на установление. Мы бы к вам пошли. Как-то это, наверное, первое зерно задало. И через какой-то промежуток времени уступил период, когда я уже решил, что я уйду с этой организации. Но у меня в группе были ещё мальчишки, которым оставалось 2-3 года до выпуска. Ну и взял рюкзишку. Троих семья Котелевских уже воспитала. Они теперь хоть и живут самостоятельно, но связи с приёмными родителями не теряют. К примеру, Николай этой осенью отправится в армию и усиленно к этому готовится. Часто заезжает к родителям. С братьями закаляет тело, а с родителями – дух. Просит совета у тех, кого он по-настоящему считает мамой и папой. Меня пытались забрать семья раньше детского дома. Я не хотел к ним идти, ну, потому что некомфортно чувствовал, что это не свои люди. К Котёну с Анчим, ну, всё сразу быстро, всё произошло. И захотелось, и привык здесь очень быстро. Да, я хочу потом в будущем завести свою семью, подружиться, всё вместе, чтобы мои дети знали их детей. Всё, вот, чтобы они знали, ну, чтобы всё было вблизи. И общались дальше. У семьи Котелевских, кроме приёмных, мальчишек есть и свои дети. И несмотря на такое количество ребят, проблем с той же уборкой в доме нет. Конечно, чтобы привить дисциплину и приучить к порядку, понадобилось время. Но именно из таких нюансов состоит родительское воспитание. Нам хотелось помочь ребятам, вот, хотя бы сделать что-то, что в наших силах. Конечно, мы родители незаменимым, и то, что у них у всех за спиной, ну, какие-то свои очень переживательные такие моменты, но, тем не менее, мы стараемся что-то им дать, чтобы у них осталось что-то светлое в душе, и они видели, что бывает по-другому, что всё-таки может быть хорошо. И тем более мы ходили вместе в походы всех, где мы жили там месяцами, в палатках, в таких спартанских условиях. Вот, мы очень сдружились. Конечно, горжусь своими мальчишками, они молодцы. Они все социально устроены, все, ну, которые выпущены, ребята, да, получили квартиры. Большое спасибо нашему государству, которое помогает детям данного типа в старте своей собственной жизни. Ребята гордятся своими приёмными родителями не меньше, и по атмосфере в доме чувствуется, что эта семья создана на долгие годы. А кто-то только начинает этот путь. О том, чтобы взять ребёнка под опеку, Анна Носова задумывалась давно. Свои дети выросли и разъехались, появились даже внуки. Анна Александровна прошла школу приёмных родителей. Да вот дальше дело не шло. Закрутили дела и заботы о доме, о хозяйстве. И, возможно, планы о приёмном ребёнке остались бы только планами. Но помог случай. Получилось так, что Миша к нам, у нас в детском доме был карантин, и Миша к нам пришлось его взять, чтобы другие детки не заболели. И супруг как бы обратил внимание, почему ребёнок, как бы Миша такой эмоциональный, добрый, ко всему, ну, как бы всё ему интересно. Как раз время лета было, он помогал нам на огороде. Потом на тот период уже была пройдена школа у меня, вот, приёмных, замещающих семей. И как бы супруг вот меня начал к этому, что давай как-то там, у нас же надо медкомиссию, всё проходи. Миша появился в семье Носовых полгода назад. Сейчас мальчику 14 лет. Он ребёнок с особенностями развития. Но это опекунов не пугает. Анна Александровна считает, что с любыми трудностями можно справиться, если не самостоятельно, то с помощью специалиста. Миша у нас состоит на учёте у детского врача-психиатра. Это ничего страшного, всё корректируется. Миша раз в месяц ходит на приём к врачу. Ну, также мы и у многих других специалистов состоим, и с зрениями, и плоскостопие у нас. То есть это ничего страшного. Ну, постоянно приём таблеточки, как бы психологи работают с нами, на тренинги ходим. И вот Мишу мы взяли в свою семью. За полгода в семье Миша научился многом. Помогает с уборкой, сервирует стол, на огороде первый помощник. А одно из самых любимых занятий – ходить с папой в баню. В семье появилась традиция – каждые выходные в парную. После парилки семья вместе пьёт чай и домашние компоты. Их сами закручивают на зиму. А ещё варенье, овощные заготовки. Всё это помогает делать и Миша. Это одно из его любимых занятий. Мальчик даже уже выбрал себе будущую профессию. Я хочу пойти для повара. А почему? Ну, понравилась профессия. Если для семьи Носовых Михаил – единственный приёмный ребёнок, то супругов Петрушкиных можно назвать многодетными опекунами. В их семье воспитывается уже четвёртый ребёнок. Решение принимать детей под опеку было обоюдным и обдуманным. Решение взять детей, оно приходит не сразу, не за один день. Всё-таки мы с супругой долго готовились к этому. И даже в начальном этапе нашего брака, когда он сцениился, мы его тогда обсуждали и всё-таки приняли решение в течение сколько лет. Сначала в семью пришла Ксения, затем Тамара. Обе девушки уже выросли и сейчас строят собственные семьи. Вячеслав и Инна Петрушкины признаются. Волновались за приёмных дочек, за то, как служится их дальнейшая жизнь. Но, как оказалось, зря. До этого у нас достигли совершеннолетия двое девочек. И исполнилось по 18. Мы даже с Володиной беспокоились, как будет происходить дальше. И сейчас очень много общаемся. Даже каждый день девчонки звонят нам, спрашивают совета где-то, где-то. Делятся переживаниями своими. Радуются. Сюда вот приходишь, ты ощущаешь себя как дома. Придёшь, поговоришь на любые темы абсолютно. И кушать, приготовишь. Ну, как хозяйка уже здесь чувствовала. И мне было здесь комфортно. И как-то этот... Как сказать так... Удобно, комфортно. Я чувствовала себя, что это мой дом. Воспитание мне хорошее. Вот то, что поддержку мне дали. То, что до этого у меня этого не было. А здесь вот приходила, вот, на любые темы можно обсуждать. Вот это вот всё. И... А дача была. Выпускницы, воспитавшую их семью, не забывают. Ксения часто приезжать не может, живёт в другом городе. Но звонит регулярно. А Тамара и в гости забегает, и может помочь по хозяйству. А ещё помогает воспитывать двух приёмных детей. Сейчас у младшей девочки Саши на первом месте учёба. На это её настраивают и приёмные родители. Во многом стать ответственными опекунами Вячеславу и Инне помогла школа приёмных родителей. Её супруги посещали перед тем, как принять в свою семью первого ребёнка. Занятия не прошли даром. Многие мифы об опекунстве развеялись. По словам Вячеслава, помощь от таких занятий сложно переоценить. Помогает она в первую очередь, это общение, живое общение с более опытными приёмными родителями. Они делятся своим опытом, наставляют, скажем, дух. Такое наставление, как правильно, как вот. Также работа со специалистами органов опеки и психологов. Обучение в школе приёмных родителей не научит всему. Но даст главное – уверенность, что ты не один, что есть у кого попросить помощи в непростой или незнакомой ситуации. Сейчас супруги Петрушкины уже и сами могут быть наставниками для тех, кто только собирается взять ребёнка под опеку. А самым главным своим достижением считают то, что сумели подарить своим приёмным детям дом и семью. Мне тут нравится. Я занимаюсь, всем занимаюсь. Это мой дом. Хорошо тут жить. Все наши герои – жители Ханты-Мансийска. Сегодня в окружной столице 95% детей проживают в замещающих семьях. Процент мог бы быть абсолютным, но после реорганизации трёх окружных учреждений, всех сирот, которые там проживали, перевели в Ханты-Мансийский центр помощи детям, который был организован на базе теперь уже бывшего детского дома «Радуга». Теперь в автономном округе функционируют две организации – это детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети автономного округа в возрасте от трёх лет, которых не удалось устроить семью, помещаются под надзор в Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А дети до трёх лет – в Уральский специализированный дом ребёнка. Все дети должны жить в семьях. Это одна из главных социальных задач и направлений государства. В Югре этот показатель максимальный – свыше 99% всех детей живут в семьях. Югорчане, приёмные семьи, они очень надёжные люди. На севере, ведь жить на севере, в Сибири невозможно, не помогая друг другу. Поэтому я глубоко убеждена в том, что психология наших жителей автономного округа именно такая – подставить плечо в трудную минуту, помочь друг другу, быть надёжными, быть настоящими ответственными родителями. Ну, а наша задача – создать условия, чтобы приёмные родители, опекуны, попечители, усыновители чувствовали себя уверенными в стабильности, в том, что государство им помогает, помогает своевременно, предоставляет все государственные гарантии, которые установлены законодательством. И вот совокупность вот таких вот основных составляющих, она играет очень важную роль. Важную роль в Югре играют школы приёмных родителей. Они есть в каждом городе и посёлке округа. В последнее время активно подключились к этой работе и некоммерческие организации. В таких школах работают психологи, специалисты, врачи, которые весь свой опыт вкладывают в подготовку будущих замещающих родителей. Этот опыт мы имеем очень давно. Причём он был реализован даже при поддержке самих замещающих родителей. Тех, которые у нас уже и 15, и 20 лет принимают на воспитание детей-сирот и понимают, как это важно, чтобы взрослый человек был готов принять в свою семью ребёнка из другой семьи. И подарить ему любовь, заботу, ласку, терпение, для того, чтобы поднять этого ребёнка и помочь ему быть успешным в этой жизни. Кроме того, будущие приёмные родители проходят тщательные тесты. И поэтому случайных опекунов в Югре нет. Те, кто не готов взять детей, просто отсеиваются специалистами на начальном этапе. И остаются достойнейшие. Те, кто сегодня готов подарить детям то, чего им больше всего нужно. Заботливую и любящую семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова